Всем огромный привет! Вы находитесь на канале Ирины Ковальчук. Сегодня я буду готовить легкий ужин, но достаточно интересный и вкусный. И что самое главное, что ингредиенты и продукты для этого ужина достаточно просты. И я думаю, что найдутся в каждом холодильнике. Это будет тушеная тыква с мясом в духовке. И здесь, скорее всего, можно назвать его по-другому, тыква с мясом, либо же мясо с тыквой. Варьировать количество продуктов, ингредиентов, соотношение тыквы к мясу можно по вашему усмотрению. Но здесь играют еще очень важную роль это специи. Потому что сочетание специй может изменить кардинально и его насыщенность, и его аромат. Так что приступаем! Здесь я уже подготовила ингредиенты, почистила тыкву, мяско. У меня это свиное мясо, можно брать любое. Я взяла сладкое мясо, это внутреннюю филейку, луковица, смесь перцев. Я использую специи камис, просто мне удобно. Все специи в зернах я насыпала и отмерила уже для себя. Здесь у меня кориандр, душистый перец, зира и кардамон. Все это я буду измельчать в кофемолке, и так у них будет более насыщенный и богатый аромат. Также у меня здесь паприка, морская соль и немного сметаны домашней. Ее можно заменить либо же йогуртом, либо майонезом, если вы это любите. Я хочу, чтобы это была сметана. Теперь, дальше, все очень просто и легко. Мне необходимо порезать мясо на порционные кусочки. Я их делаю небольшого размера, зачищать никак мясо не буду. Пусть прожилки так и остаются. Вот в таком виде я мясо сейчас оставляю. Дальше мне необходимо измельчить лук. Лук я измельчаю просто полукольцами. У меня луковицы небольшие, но, в принципе, полукольцами можно, даже если они у вас большие, тоже нарезайте их полукольцами. Здесь уже не столь важно. На следующем этапе я уже подготовила форму, застелила ее фольгой для лучшего удобства. Выкладываю сюда свинину. И также необходимо сделать соус. В соус, в сметану я добавляю специи, которые мы перемололи, паприку измельченную и также соль. Все перемешиваем. И сейчас этим соусом я заливаю мясо. Все аккуратненько перемешиваем, обволакиваем мясо. Сверху на мясо добавляю измельченный лук. Осталось порезать тыкву такими достаточно крупненькими дольками. Выкладываем ее сверху на мясо. Сверху тыкву нужно сбрызнуть оливковым маслом. Отправляю мясо запекаться в духовку. Тыкву немножечко утопила, мясо перемешала практически. Но выпекаю все это в духовке на режиме конвекция плюс гриль. 180 градусов, приблизительно 30 минут. Если вам покажется, что тыква слишком сухая, получается просто перемешайте после приготовления, чтобы все перемешалось и соединилось с соусом. И 10 минут накройте крышкой. Все пропитается соусом и будет очень-очень вкусно. Какое же это ароматное блюдо в итоге получается. Настолько оно пропитано с перцами, настолько оно все гармонично соединено. И заметьте, что здесь нет абсолютно черного перца. То есть это блюдо абсолютно не острое. Но если вдруг вам не хватает какой-то остреньки, то можно добавить либо перец чири перемолотый, как мы добавляли паприку, либо же добавить просто сверху свежемолотый черный перец, либо смесь перцев. В любом случае это можно добавить. Но настолько это вкусно, как сильно здесь пропитана тыква всем бульоном и соками, которое отдало мясо. Это очень вкусно и я безумно рекомендую этот рецепт для вашего стола. Если вы не готовили таким способом, если вы не пробовали, то обязательно попробуйте. Обязательно попробуйте именно это сочетание специй, как оно вам пойдет по вкусу. Мне кажется, что это безумно быстро, удобно готовится. Не столь много ингредиентов и я думаю, что они всегда доступны для любой хозяйки, которая хочет приготовить. И это блюдо подходит как для повседневного ужина, так и на праздничный стол вполне. Оно очень оригинальное, очень по-домашнему теплое и сытное. Накормите всю семью. Желаю вам приятного аппетита. Как всегда, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И до скорых встреч!